доброго времени суток дорогие подписчики и гости канала наше путешествие перегон продолжается и мы едем в пустыню гоби в этот раз выбрали путь в пустыню гоби знаменитую пустыню гоби которая расположена и в китае и вот в предгорьях алтая и вот сейчас в монгольскую пустыню гоби хотим попасть и вот добирают добрались до города сайшант эти впереди арку значит это вот уже начинается граница этого города административный центр одной из провинций монголии вот находится примерно там в 500 километров 450 километров от города и хотим увидеть энергетический центр шамбала но как бы считается мистическая страна где живут люди с таким с высоким уровнем духовного развития и вообще-то эта легендарная страна находится в принципе в тибете считается в тибете но вход в нее с трех сторон это самом тибете соответственно естественно да дальше около алтая около горы белуха но и вот в монгольской пустыне гоби куда мы собственно и хотим попасть поехать и центр притяжения людей очень много паломников есть тысячи буддийских паломников ну и так туристов я не знаю мы как туристы едим или как палом по сути вот то что мы преодолели вот эти вот дороги дожди вот этот безобразие да я думаю что может считать себя паломник паломник только не пешком прошли пешком еще пройдем впереди ну местность считается очень красивой чистый воздух там не только вот этот центр притяжения энергии который дает сама природа люди но есть еще и пещеры для медитации что 180 108 пещер и храм хамарын или хамрын хамрын хейды тоже хотим попасть ну и вообще там есть окаменелые статуи деревьев динозавров пустыня не всегда была пустыней жили динозавры и росли растения вот такая статуя скорпиона нас встречает поворота на хамрын хилд как медная как будто бы началась молитва а и а и а а а а е а подъезжаем статуи к символу женской груди два камня люди приезжают сюда и просят выйти замуж либо родить ребенка забеременеть обливаем при этом молоко ничего не будем у нас его нету молока здесь я останусь потому что мужчинам подходить сюда нельзя где ступочки стоят эта дорога во вход в шамбалу она длиной в три километра и паломники обычно проходят эти километры пешком так как мы все-таки наверно не паломники турист русотуристов поедем машине сегодня хотя не жарко когда на самом деле не жарко температура бывает 30 40 дышать даже нечем то есть решил прогуляться то конечно это тяжело идти все равно тяжело очень ветер сильный они три раза сейчас подойдем и вокруг 108 нет ну вот здесь песок из основатного цвета напротив вот этой водеяны, посмотреть в глаза, прямо в глаза, ну и потом уже зайти на территорию. Вот так вот посмотреть прямо напротив и подумать о хорошем. Стоять долго? Вход в центр, совершается такой ритуальный обряд, и поэтому люди иногда даже снимают обувь, проходят босиком, либо ложатся на землю, чтобы получить энергию от земли. После того, как мы постояли на постаменте и посмотрели в глаза бодияны, чтобы пройти в центр, глаза показались пронзительными, серьёзными, как будто они всматриваются в тебя. И такое ощущение, пускать или не пускать хотят тебя в этот центр, потому что очень серьёзные. У меня мурашки по коже были, когда я смотрел на эту бодияму, первую. А когда смотрел на бодиямы, которые с боков находятся, там их три, то, в принципе, никаких ощущений не испытывал. А вот на первую, да? Ну, зашли в центр, но ритуал совершать мы не совершали, никакие ног, лежали только в энергетических кругах, подзаряжалась энергия земли. Ну, энергию получили, потому что стали бодрыми, даже такое ощущение, что и болячки прошли. Ну, может быть, это сделало внушение. Они просто полежали. Они просто отдохнули, полежали. Заходим. Пещеры для медитации. Здесь вот пещеры есть. Когда-то монахи утинялись для медитации на 108 дней. Ну, а сейчас здесь стоит запах благовоний. Люди приходят и жгут. Пахнет вкусно. Я спускаюсь. Ступеньки искусственные, наверное, уже сейчас в современное время сделали. Из камня. Ну, прочные. Вот такой вот вход. В пещеру. Ой, правда пахнет. Семечек сколько, кошмар. Вот пещера. Жгут. Кошмар. Пещера. Они что, тут накидались на сидеть? Они накидали семечек. Тут воробьян-то смотри, сколько это, Таня. Раздолье. Ага. Раздолье. Кошмар вообще. Ну, да сидит. И я сижу. Ты где? Грот. Лезь. Еще один грот. Лезь, давай. Дальше. Давай. Сейчас пролезу. Обратно хоть вылезем мы, нет? Ну, я не знаю. Сейчас я посмотрю. Ну, тут... Нет, тут такие ступеньки есть. Можно кое-как как-нибудь спуститься. Обратно? Ну, вниз туда. А обратно? А зачем нам обратно? Так, зачем? Ну, машину бросим? Не, ну, обратно вокруг, наверное, пройдем. Не знаю. Вот тут-то, вот тут, наверное, можно пройти вот вокруг. Тут в огне. Даже смотрю какой будет. Ну, смотри. Здесь... Здесь вообще круто. Буду большой, смотри. Давай здесь медитируй. Здесь батька пещера ставит. Давай, я сюда медитирую. Иди, садись. Вот. Прохладно. Ты туда застанешь, нет? С тобой сядешь? Со мной сядешь? Вот одна не хочет. Ага. Тут вот какой-то пожог. Мы с собой не взяли. Благовоние. Вот такие. Тут. Новоделы, наверное, уже, да? Да, скорее всего. Ну, хотя... Ну, да. Да вот там мы по ступеньке спускались. И камни черные. Гора. Исполнение желаний называется. Баян-Зу. Хам-Баян-Зу. Она в 27 километрах расположена от города Сайшан. А высота ее больше тысячи. Тысяча тридцать один метр над уровнем моря. И она считается одной из священных гор Халка. В ней был похоронен священный человек. Построен там до покойных рам. Ну, а монголов считается обычай приносить жертвы и молиться о своих горных курганах. Ну, и вот одна из них, это вот эта гора. Говорят, теткам туда нельзя ходить. Но, похоже, ходят. Ты пойдешь? Много путешественников приезжают сюда, туристы. Построена дорога. Чтобы восстановить настроение, загадать желания, люди все поднимаются вот так высоко в пол. На входе есть гурда, вырезанный из камня. Вон там наш хайсик стоит. Вон. Даже не видать. Две остановки, две беседочки до конца. Вот такая она. В пустыне. Вот табличка. Теткам вход запрещен. Ты кто? Тетка? Ну, а кто еще? Ну, вот тебе запрещен вход. Тебе туда нельзя. Ну, туда нельзя. Ты отмучилась, наверное. Хотя, наверное, может, ходят, что ли? Не знаю. Не знаю. Посмотрим. Рядом с горой построена небольшая часовня. И стоят несколько стук. Подняться на вершину горы могут только мужчины. Для женщин есть небольшой холм и пониже. Где они загадывают свои желания. Видимо, более мирские. Сегодня наш крайний день в пустыне Гоби. Ночуем у подножия Черной горы. Баян Зур-Пул. Гора почитается как место исполнения желаний. Куда приезжает много паломников со всей Монголии. У горы есть много легенд. Но одна из них. Около 300 лет назад в этом районе жил хан. А у него был сын. Лама. Буддийский священник. Дела у хана шли плохо. Он же задолжал торговцам крупную сумму денег. При даче его сын умер в юности. Тогда хан взмолил богов, чтобы помогли вернуть долг. Повелитель смерти Яма услышал его молитвы и решил, что если сам хан долг отдать не может, то придется отдуваться его сыну. И отправил молодого ламу назад на землю в царство мертвое. Но тело монаха уже кремировали. И вернуться ему было некуда. Поэтому его дух вошел в гору и принял обед исполнять желания всех, кто к нему придет. С тех пор монголы приходят на гору Аянсбрух в надежде на исполнение желаний. Вот и пора ли теперь назад назад. Ну а мы проведем эту ночь под звездным небом. Сегодня нет облаков. И попробуем заснять звездное небо в пустыне. Где нет никаких фонарей, подсветок, городских освещений. Вообще в пустынях очень яркое звездное небо, красивое небо. Вот и посмотрим сегодня. Посмотрим как оно есть. Пустыня Гоби одна из самых больших пустынь мира. Самая крупная пустыня Азии. Уже более 65 миллионов лет природные условия Гоби не меняются. Местность приподнята на значительную высоту до 1700 метров. И поэтому здесь самый резкоконтинентальный климат на Земле. Температура лета может до 45 градусов достигать, а зимой опускаться до минус 40. Но нам повезло, накануне прошел дождь. И поэтому не было так сильно жарко. И мы все прелести жары не ощутили на себе. С одной стороны повезло, с другой стороны... Ты там кричала, когда ехали, проезжали по разбитому асфальту. Да, вот потому что, как бы не кажется странным, в пустыне не так уж мало осадков выпадает. До 150-200 миллиметров в год. И вот нам это как раз сейчас продемонстрировала природа. Разлились реки немногочисленные. Мне даже было страшно проезжать через асфальт. Интересно еще то, что гоби это не песок, как принято думать всем людям. И я раньше так думала, что приеду в пустыню, здесь будут барханы и дюны. Ну а гоби большая часть это скалы, выветренные скалы, каменистая плата. А барханные пески занимают всего лишь 3% всей территории. И...